Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлолома. Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлолома 3.12. РИА Новости. Стрингер газовое оборудование в Львовской области Украины. РИА Новости. Стрингер. Газовое оборудование в Львовской области Украины. Архивное фото. Москва, 31 мая. РИА Новости. С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система, ГТС, превратится в металлолом из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Вадим Рабинович. Не подписан ключевой договор вообще с Россией, без которого мы не существуем. Мы просто еще 3 миллиарда долларов. Примечания редакторов, своих будем доплачивать. Глава НАК «Нафтогаз» Андрей Примечания редакторов, Кабалев сказал сегодня, что ему нужен миллиард дополнительно, чтобы Примечания редакторов, закачать газ, заявил депутат. 14 мая, 8 часов. У Украины остался последний шанс спасти свою трубу и деньги. По его словам, расходы на закачку дополнительных объемов газа лягут на население страны. При этом программа 2020, анонсированная ранее Кабалевым и подразумевающая рост собственной добычи газа на Украине до 20 миллиардов кубометров к 2020 году, провалена, добавил Рабинович. Драконовские платежки, убийства страны, срыв программы 2020 и зарплаты в миллиарды, у руководства «Нафтогаза». Примечания редакторов? «Ну что мы делаем? Мы что, самые богатые? Мы что, самая великая страна?» Заключил депутат. С ноября 2015 года Украина прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилище топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. Как отмечали в «Нафтогазе», это обходится Киеву значительно дороже прямых закупок у России. Украина также может остаться и без денег за транзит российского газа. Нынешний контракт истекает в конце этого года, новые стороны пока не заключили. По словам коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, в таком случае Украина потеряет примерно 4% от ВВП. 20 мая, 17.33 ЕК настаивает на переговорах о транзите газа из России через Украину.